МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржаки. Сегодня в выпуске. В Карагандинской области стартовал проект «Регионы, свободные от коррупции». Глава региона Ирлан Кушанов и председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев подписали устав проекта Сарарка Адалдых Алана. Ученые из Казахстана, Турции, Индии и России приняли участие в конференции, посвященной 350-летию Бухаржирау. Изучая наследие великого мыслителя, молодое поколение сможет изучить историю своего народа, отметила Кимобласти. Ирлан Кушанов. Жизни трех человек унесла авария, которая произошла 23 ноября на автодороге Караганда-Сарань. Водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. В Карагандинской области стартовал проект «Регионы, свободные от коррупции». В области внедряется столичный опыт противодействия коррупции. Глава региона Ирлан Кушанов и председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев подписали устав проекта Сарарка Адалдых Алана. Новый проект, названный Сарарка Адалдых Аланы, направлен прежде всего на искоренение бытовой коррупции. В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область председатель агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпикпаев встретился с активом региона. Глава ведомства рассказал о путях модернизации госслужбы и методах борьбы с коррупцией. Он отметил преимущество новой бонусной системы оплаты труда госслужащих. Если честно работать, вот 4, вы кроме этого, если экономия есть, будете и надбавки, и премиальные у вас будут в течение года, кроме этого предусмотрены бонусы к концу года. От 4 до 12, лучшим. Что такое, например, 12 получить окладом? Вот руководитель департамента, ну вот сейчас вот в центральном аппарате у нас где-то получает около 700. На встрече также было объявлено о запуске проекта «Регионы свободны от коррупции». Проект направлен на повышение качества государственных услуг, искоренение бытовой коррупции, создание безбарьерных и комфортных условий для граждан и бизнеса, обеспечение открытости и прозрачности деятельности госорганов и масштабный общественный контроль. Проект охватит и обезопасит ряд сфер наиболее уязвимых в плане коррупционных рисков. Основной целью данного документа является полное искоренение коррупции. Город Астана первыми внедрили этот проект. За год реализацию он показал себя эффективным инструментом работы. И сегодня наша область, последовав примеру столицы, одной из первых среди областей включается в реализацию подобного проекта. Необходимо увеличить количество услуг, оказываемых в электронном формате. Сейчас в Карагандинской области этот уровень превышает 70% и будет расти. Еще одной важной задачей является развитие активности гражданского общества и общественного контроля. В реализацию проекта будут вовлечены лидеры гражданского сектора, предприниматели, ученые. От граждан ждут предложения по улучшению деятельности госорганов и борьбе с коррупцией. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ученые из Казахстана, Турции, Индии и России приняли участие в конференции, посвященной 350-летию Бухаржирау. Изучая наследие великого мыслителя, молодое поколение сможет изучить историю своего народа, отметил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов, выступая на конференции. Ученые, писатели и публицисты, общественные деятели из Турции, Индии, России и Казахстана приняли участие в научно-практической конференции, посвященной жизни и деятельности Бухаржирау Калхаманала. Выступая на открытии, глава региона Ирлан Кушанов напомнил, что в этом году было организовано множество мероприятий, посвященных 350-летию Бухаржирау. Главное празднование состоялось в Бухаржаусском районе. В своей статье «Семь грани великой степи» президент говорит о том, что «Великая степь» подарила миру целую плеяду выдающихся деятелей. И в их числе, конечно, имя Бухаржирау. Сегодняшняя научно-практическая конференция дает нам возможность глубже изучить жизнь и творчество Бухаржирау. Теперь наша главная задача – не только чтить имя легендарного мыслителя, но и сохранить его наследие. Участники конференции выступили с докладами на темы, посвященные наследию Бухаржирау. Гость из Индии Пунит Гаура представил свои тезисы о программе «Рухани жангру» и творчестве Бухаржирау. Как нам всем известно, Нурсултан Азарбаев представил статью «Семь грани великой степи» и свой взгляд на будущее страны, на модернизацию общественного сознания. Президент также сказал о многовековом наследии предков. Президент отметил, что у Казахстана есть уникальный исторический шанс построить лучшее будущее посредством модернизации новых идей. И я уверен, что казахстанцы, особенно молодое поколение, понимают важность этой модернизации. На этой же основе может быть создан проект 100 исторических лиц Казахстана из разных областей и регионов. И литература Бухаржирау станет ценным материалом для создания данного проекта. По мнению потомка Бухаржирау Кабдулса Михайдхожина, творчество его предка – это уникальная энциклопедия казахского народа. По его словам, предстоит еще многое узнать о жизни Бухаржирау Халхаманула. В частности, об отношениях с Аблайханом, для которого он был не только советником, но и другом. Когда они заходили на совещание к Аблайхану, то после Аблайхана они заходили в юрту Кабдулса Ружирау, который давал окончательные напутствия своим батырам, которые отправлялись на борьбу с джунгарами. И в этом плане как раз тот союз, который сложился, великий союз между двумя великими людьми казахского народа Аблайханом и Бухаржием – это особое отношение. И мне в будущем, может быть, хотелось бы, чтобы наши писатели, драматурги обратили внимание особо на это. Подводя итоги конференции, Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов заявил, что изучая наследие великого мыслителя, молодое поколение сможет изучить историю своего народа. Отсюда и начинается модернизация сознания, истории и духовности. Участники конференции не раз отмечали, что крепкое будущее ждет то государство, где хорошо знают свою историю, великих деятелей и ставят их в пример молодому поколению. Товжан Лян, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Череда мероприятий, посвященных 350-летию великого Ахэна и государственного деятеля, на этом не закончилась. Были показаны спектакль и фильм «Абу Харжирау». Первый показ картины Кумикей Аулия посетили заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции. Презентация картины Кумикей Аулия собрала полный зал. В первых рядах кинотеатра Саржайлау – чиновники, профессора, писатели и творческая группа фильма. Съемки картины в Велишесском, Бахажавском, Лутаусском районах и Туркестане с начала весны этого года. Фильм снимала Карагандинская киношкола «Арманфилмс» при поддержке Акимата Карагандинской области. Документально-художественный фильм повествует о важных событиях 17-18 веков. «Фильм затрагивает все моменты от рождения Бухаржрау до его смерти. Картина, да, вообще про Бухаржрау, экранизации фильмов никогда не делалось. Это впервые сделана экранизация фильма «Бухаржрау», который состоит из 10 эпизодов. По ходу эпизодов идут комментарии экспертов в области науки и истории». Стоит отметить, что не только посредством фильма карагандинцы смогли узнать о жизни великого мыслителя. Спектакль о жизни выдающейся исторической личности был показан на карагандинской сцене не впервые. В течение года с данной постановкой актеры театра объездили многие регионы Казахстана. Сценарий написал актер и драматург Кенес Жамабеков. Спектакль переносит зрителей в прошлые века, во времена правления Аблайхана, который во всем прислушивался к своему советнику Бухаржрау Калхамануло. «Зрители похвалили, хорошо встретили. Спектакль шел на ура, на бис. Похвалили, даже академики похвалили историю народа. А массовка, этот спектакль вообще на массу поставлен был. Все через массовку, через судьбу народа, через их трудности все решалось, согласовывая с Аблайханом Бухаржрау. Аблайхан советовался с Бухаржрау». Примечательно, что несколькими днями ранее была опубликована статья главы государства «Семь граней Великой степи», где Нурсултан Назарбаев призвал активно пропагандировать творчество выдающихся личностей, в число которых, несомненно, входит и Бухаржрау. Необходимо распространять информацию об их жизни и деятельности как в стране, так и за рубежом. Токжан Лян, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Жизни трех человек унесла авария, которая произошла 23 ноября на автодороге Караганда-Сарань. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом. Как сообщают очевидцы, пригородный пассажирский автобус столкнулся с частным микроавтобусом, набирающим людей на остановках. В Управлении здравоохранения области сообщили, что два человека погибли до приезда скорой помощи. Это 50-летний водитель микроавтобуса и его 37-летний пассажир. Еще четверых увезли в клинику имени Макожанова. У одного пассажира были тяжелые травмы. Он скончался на операционном столе. Остальных после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. В момент аварии в автобусе находились 53 пассажира. В настоящий момент назначенные соответствующие экспертизы проводится расследование. Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования. Назначен комплекс соответствующих экспертиз. По окончании будет принято процессуальное решение. Нет бюрократическим барьером. В Караганде успешно функционирует Центр правоохранительных услуг. С начала года его посетило свыше полутора тысяч человек. Центр правоохранительных услуг полностью соответствует принципу одного окна. Обратившись сюда, карагандинцы могут получить бесплатную консультативную помощь от прокуроров, медиаторов, адвокатов и других специалистов. Создание микроклимата взаимопонимания, исключение бюрократии и административных барьеров являются основными задачами Центра. Центр правоохранительных услуг прокуратуры Карагандинской области открылся 3 января текущего года по адресу город Караганда, улица Можайская, 13А. Основной задачей Центра является оперативное разрешение жалоб, повышение уровня доверия граждан к правоохранительным и государственным органам. Примечательно, что в Центре правоохранительных услуг горожанам готовы оказать помощь специалисты самых разных сфер. К примеру, ежедневно прием ведут психологи, которые консультируют посетителей, оказавшихся в трудных ситуациях. Сначала они попадают к прокурору, то есть уже прокурор видит, какая у человека проблема. Если он находится в таком возбужденном, тревожном, таком стрессовом состоянии, конечно, он не совсем может, допустим, продолжать видеть какую-то проблему, то здесь наша задача, как психолога, помочь ему успокоиться, чтобы он эмоционально пришел в состояние равновесия и уже дальше как-то смог объективно воспринимать свою проблему и принимать какую-то помощь. Потому что, как известно, что когда человек находится в стрессе, у него отключается уже разум, и он больше на эмоциях. Поэтому здесь мы находимся для того, чтобы помочь человеку справиться с его состоянием, не с проблемой. Центр правоохранительных услуг работает по принципу центров обслуживания населения. На ресепшене посетителей встречают приветливые операторы, а затем направляют их к нужным специалистам. С момента открытия центр доказал, что является важным инструментом повышения эффективности госорганов. Красноречивее об этом говорят цифры. Прокуроры провели прием более тысячи человек. Адвокаты оказали помощь 383 гражданам. Психологи приняли 30 человек. Центр правоохранительных услуг работает по будням с 9 до 18.30. Токжан Лянов, Айдан Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 100 новобранцев прибыли в войсковую часть 52-859 Национальной гвардии для прохождения срочной военной службы. В течение года молодых солдат будут обучать действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Уже совсем скоро эти 100 юношей станут настоящими спасателями. Новобранцы прибыли в войсковую часть 52-859. Призваны они из Североказахстанской и Кустанайской областей. Среди них Вадим Залевский. Он заявил, что в армию пошел служить осознанно. Прибыл добровольно служить, с честью и достоинством защищать родину в чрезвычайных ситуациях. В будущем кем ты хочешь? В будущем у меня есть планы пойти по специальности. Это помощник машиниста. Необходимо отметить, что в этой войсковой части ребят будут обучать не столько военному делу, сколько спасательному. Поскольку подразделение специализируется на операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характеров. На сегодняшний день в части созданы все условия для качественного обучения и воспитания молодых солдат. Командованием, региональным командованием Орталык, командованием воинской части. Уделяется особое внимание воспитанию и обучению молодого воина. Как говорит главнокомандующий национальной гвардии Республики Казахстан, генерал-лейтенант Жак Сылыков, Силовой компонент Министерства внутренних дел Республики Казахстан составляет войска национальной гвардии. С прибытием и началом военной службы новобранцев поздравил командир части, подполковник Талгат Абдиров. Он пожелал им успешной службы. Напомним, что в настоящее время в республике полным ходом идет осенняя призывная кампания. На срочную военную службу планируется призвать свыше 17 тысяч казахстанцев, 1992-2000 годов рождения. Комплектование войсковых подразделений осуществляется по экстерриториальному принципу. Андрей Теном, Анкушанов Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде отметили Всемирный день борьбы со СПИД. Акция «Знай свой статус» прошла в одном из торговых домов города. В ней приняли участие школьники и жители города. СПИД принято называть «Чумой XXI века». По данным ЮНЕЙТС, до 2012 года в мире было зарегистрировано более 35 миллионов человек инфицированных ВИЧ. В Карагандинской области в эту группу входит более 5000 человек. На протяжении 30 лет во всех точках мира отмечается Всемирный день борьбы со СПИД. Карагандинский областной центр СПИД не остался в стороне и провел акцию в одном из торговых домов города совместно с Центром здорового образа жизни. В текущем году данное мероприятие отмечает свою 30-ю годовщину. Девизом данного мероприятия является «Узнать свой статус». Конечно же, каждый наш житель, если знает свой ВИЧ-статус, оно, конечно же, большое и огромное значение будет иметь в расширении лечения ВИЧ-инфицированных, в расширении профилактических мероприятий и, конечно же, призывать население беречь себя и своих близких. Преимущественно в акции приняли участие школьники. Им особенно важно знать о заболеваниях и путях передачи инфекции, ведь СПИД поражает не только взрослых. В нашем регионе число детей с положительным ВИЧ-статусом достигает 50 человек. Для проведения данного мероприятия приглашены школьники, учащиеся молодежь в Карганской области. В рамках данного мероприятия хотим осветить меры профилактики для молодежи, что нужно делать, какие меры принимать для того, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией. Сегодняшняя повестка дня как раз очень актуальна для молодого населения нашей страны. В этой связи хотелось бы буквально пару слов сказать о том направлении, которое ведется по данной теме, по данной повестке. Это и проведение фестивалей здоровья, которые направлены на укрепление здоровья у молодежи, у подрастающего поколения, для поддержания их здорового образа жизни, если кто-то уже чем-то занимается. Акция проходила под девизом «Знай свой статус». Каждый из участников мог узнать свой ВИЧ-статус прямо на месте. Само мероприятие запомнилось яркими выступлениями степ-группы «Алтенбаттер» и занимательной викториной. За правильные ответы карагандинцы получили сладкие призы. Также в рамках проведенной акции были награждены призеры конкурса фотографий на тему «Здоровый образ жизни» как основа профилактики ВИЧ. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 27 ноября с 15.00 до 18.00 на портале «Открытый диалог» пройдет интернет-конференция с заместителем Акима Карагандинской области Жандосом Абишевым на тему «О развитии социальной сферы в Карагандинской области». Для того, чтобы задать вопрос, необходимо зарегистрироваться на портале dialog.egov.kz. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!